всем привет прямо с раннего утра снимаю для вас видео сегодня смотрите распустилась одна из бабочек наконец-то слава богу соответствует сорту заявленному у меня их таких две как вы знаете еще не полный роспуск цветочка то есть она еще вот так я думаю что чуть выгнется еще будет цветочек побольше сам цветочек очень маленький ну я бы сказала я как-то ожидала более крупный цветок сколько там сантиметра три на с половиной может быть 4 с натягом вот раскрылась сразу два цветочка такая красотка ну я бы сказала что она скорее относится к мультифлором вот хотя листва у нее нормального размера как бы я бы сказала что даже стандарт стандарт молодого растения вот ну это растение было куплено 2 и 5 поэтому можно делать вывод что это все-таки мультифлора цветок конечно красивой на и посмотрим как будет дальше все мы знаем что бабочки пилорики и так далее они могут цвести в разное время по-разному могут даже на одном цветоносе давать и таких и таких разных вариантов будем надеяться что все бабочка будет вот вторая второе растение еще не распустилась она находится вот в таких же бутонах как и здесь я сначала подвесила если помните он туда вот но сейчас сняла потому что как оказалось что мне все-таки не удобно ухаживать не удобно поливать следить за корнями то есть конечно удобнее подойти полить когда все стоит на полочках низко поэтому орхидейка перебазировалась из бутылки опять в кашпо которому стояла то есть так конечно гораздо удобней ну потому что нету места конечно повесить некуда и высоко висит может если это было бы на уровне как-то глаз тогда возможно было бы удобнее мне вообще вот такая вот похвасталась его потом у меня еще одна распустилась орхидейка наконец-то тоже сейчас я вам покажу это орхидейка мастер-пиз кто помнит у нее были помните красные листья с пятнами и все думали что это какая-то болячка у нее но слава богу болезнь отступила листья стали нормальными но там чуть-чуть осталось вот здесь такое пятнышко а на этих листьях реально все прошло куда делать не знаю что было тоже не знаю вот так как я ее когда пересаживала этот контейнер это было в принципе не так давно так же посмотрю когда ее пересаживала то феврале пересаживала сюда так чем это написано сейчас ну да феврале 24 февраля просто ее перебазировала в этот контейнер вот грунту не до этого такой же был вот и вот она мне тут не был цветоносик тогда маленький на тот момент ну вот он таким маленьким и остался просто видите из-за растущих корней как бы нельзя можно конечно посадить ее выше как вы видите она у меня заглублена просто поэтому конечно цветонос нам лежит в самом этом горшочке принципе можно было конечно посадить повыше но корни тогда все пойдут мимо горшочка я специально заглубила в надежде на то что как бы корни пойдут в горшок но что-то не подумала я про короткий цветонос я просто подумала что она его вырастет он будет по длине и но как бы будет сюда вылезать за контейнер но этого не случилось то есть вот так она маленький вот там прямо сейчас я вам покажу под листиком видите лежит еще один бутон то есть там он и распустится прям сюда я по цветочек положила пеностекло чтобы чуть-чуть приподнять его иначе он прямо смотрел туда вниз конечно неудобно и цветка не видно цветочек обалденный очень аромата я не почувствовала вот она такая знаете цветочки толстые и немножко восковые прикольный сорт конечно у меня фокус уходит хочу поближе вам ее показать какая она красавица вот такая вот рыжая прям супер ну еще мне там что мне там еще распустилась еще мукола раскрылся ее прямо жду муколу у меня же 2 я хотела потом наверное может быть в один горшок посадить но это так мечтаю пока не знаю точно вот но вот это быстрее распускается чем-то у той тоже цветонос но она еще как бы не торопится но все равно они в принципе будут в одно и то же время свести поэтому в принципе это удачно и здорово если бы вот посадить в одну такую ладью будут они вдвоем два цветоноса а то бывает что одного цветочка еще и два цветоноса потому что мукола она знатная цветунья у нее видите это вот разветвление второе стокоп то есть она цветет практически букетиком таким вот если это конечно в одном горшке то это классно смотрится красиво очень красивый такой цветок несмотря на однотонность кстати бабочки продолжают находиться в открытой системе что одна что вторая видите какие бутоны тоже ну тоже вот вот раскроется почти в одно время они жду вот эту еще розовую мультифлору она была у меня ой не мультифлора мини она была у меня по моему в обе куплено и я помню что на розовое да было есть видео листики то были нормальные а корни то у нее были не очень и мы и с вами целиком по моему в топазе мочили мне там даже на этикеточке написано топаз то есть реально искупали и это понравилось она хорошо пошла расти вся в корнях вот этот стаканчик от макдональдса он прямо весь весь то в корнях хороший такой цветоносик я прямо жду когда она распустит все свои цветочки но что будто на такие темноватые честно говоря я помню как розовую металл даже помечено розовая надо просто видео пересматривать а мне вообще никогда надо найти видео посмотреть убедиться в том что что розовый или что уже не знаю в бордовая какая ну себе верю написано розовая еще вот этих вам покажу которые у меня посадочка коллективная тут из двух штук как они себя чувствуют хорошо они себя чувствуют корешочки он пошли в горшочек не этот усиленно стараюсь придавливать лишний раз он видите камень там здесь конечно пеностекло положила кстати была задача ко мне забыла взять склероз с этими теплицами там избегалась вся поэтому следующий раз привезу еще камушков потому что камушки нужно не только большие нужны такие знаете чтоб вот положить вот тип этого пеностекла но чтобы он был в принципе тяжелый небольшой камень тяжелый так что кто спрашивал вот все хорошо растет ну им то все равно в принципе вдвоем они тут или втроем места хватает это миньки главное не проворонить полив лишний раз потому что емкость все-таки большенькая это не то что маленький горшочек где вода испаряется медленнее чем здесь поэтому конечно надо следить вот принципе все что вам хотела поведать с утра пораньше но это для меня с утра пораньше для вас чуть позже но все равно съемочка была прямо ранним ранним утром спасибо всем за внимание всем пока